Угрозы, ультиматумы и отчаяние. Лучше убейте меня. Но я не буду обманывать. Я должен честно сказать, Россия стоит на грани катастрофы. Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин дал резонансное интервью, в котором поведал о реальных делах на передовой. Либо мы сейчас дадим им отпор, либо страны под названием Российской Федерации может оказаться не будет. Внезапное откровение главаря Вагнеровцев, прямо скажем, очень отличается от привычного российского победобесия. Позор не терпите. Я 10 лет за эту страну просто зубами грызусь последней. И делаю все, чтобы она хотя бы выглядела великой. А тут вдруг обосраться. И дождаться, когда начнется контрнаступление. Это политическая игра. И Пригожин понимает, что сейчас он прямо пуповиной связан с Бахмутом. И с теми удачами и неудачами, которые там есть в своей карьере, в своих влияниях и в своем образе, в конце концов, внутри российского общества. Тут уже привычные ему обвинения высшего военного руководства страны в провале войны и уничтожении славной российской армии. Пригожин вынужден был подтвердить достаточно высокий коэффициент гибели своих подчиненных. Последние сообщения Пригожина. За последние сутки в Бахмуте погибло порядка 100 человек. 100 человек – это рота. То есть речь идет о том, что фактически за месяц боев подтвержденные самим Пригожиным потери Чивака Вагна – это порядка 3000. За данными и, соответственно, западных разведок и российских СМИ, в стюрьм Российской Федерации было выпущено порядка 40 тысяч заключенных. Поэтому вот те потери, которые озвучил Пригожин, это и есть как раз потери на уровне 85%. И, конечно же, сопли из-за нехватки снарядов. И вместо 80 тысяч мы просим 4, а нам вместо 4 дают 800. И как с этим воевать? Нам не дают эти боеприпасы из вредности, насколько я понимаю, а всем остальным. То есть это тупо просто какие-то интриги и все? Ну, в общем-то. Отсутствие управления, сплошная ложь и интриги. Кстати, по логике вещей, спонсор снарядного голода «Вагнеровца» внедавно уволенный замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Михаил Мизинцев. Но Пригожин, к большому удивлению, Мизинцева ни в чем не обвиняет. Наоборот, он считает его чуть ли не лучшим военным в министерстве. И даже предложил ему место заместителя командира ЧВК «Вагнер». У нас же уволили недавно Мизинцева, да, там еще куча генералов. Мизинцев, кстати, порядочнейший человек. Он включался в работу и он помогал абсолютно всем. То есть он неравнодушный был человек, который реально... Абсолютно верно. Настоящий русский офицер. Хотя именно пребывание генерала Мизинцева на посту совпало с проблемами у ЧВК. Если идут предложения со стороны руководителя ЧВК «Вагнер» о так называемом трудоустройстве, то все предыдущие сообщения и о снарядном голоде, и о нехватке материально-технического обеспечения не соответствуют действительности. Кстати, это не единственный военный, которого выделил Пригожин. К себе в друзья он записал и Сергея Суровикина, как соавтора гениальной идеи «Брать Бахмут». Заявление Пригожина направлено на то, чтобы снять с себя ответственность за будущие военные неудачи России. Сказать, что это не вагнеровцы. Все хорошее – это вагнеровцы. Немножко еще Суровикин. А вот Герасимов и вообще военное руководство России – вот оно никудышнее. Это они не помогли и они, в общем-то, виноваты. Единственная беда в том, что точно так же, как и Пригожин обезопасен от кары Кремля, так же и Герасимов. Видите, лояльность внутри системы и безнаказанность элит являются ключевой скрепой путинского режима. Но от бесконечного потока претензий к Министерству обороны Пригожин перешел к печальному итогу халатности кремлевских командиров. ЧВК придется сворачивать. Вот на сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК «Вагнер» заканчивается. И ЧВК «Вагнер» через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю. Ничего страшного. Но как настоящий патриот России и матушки, Пригожин предложил Кремлю единственно верный вариант спасения ситуации – дать его наемникам все, что он просит. Хватит, что кто-то придет на танка в Москву. Если на его условия не согласятся, Пригожин ждать уничтожения своей ЧВК не будет и сдаст позиции. Война для России всегда является продолжением внутренней политики. Она идет по тем же правилам. И если долго смотреть в пропасть, то в определенный момент она посмотрит вас. Война начинает смотреть во внутреннюю политику России. И ситуации на фронте прямо конвертируются в возвышение позиций одних и в понижение других. Когда записывали видео, неизвестно. Но Пригожин тогда заявил. Крайний срок решения проблемы с боеприпасами – 28 апреля. Дедлайн вышел. Вагнеровцы с Бахмута не ушли. Что получается? Он добился своего или говорил несерьезно? Заявление Пригожина – это не критика действий Министерства обороны Российской Федерации, не желание насолить Герасимова. Это информационно-психологическая операция «Российский спецслужб», которая призвана вывести Пригожина из-под удара к Пригожину. Есть определенные вопросы, в том числе от представителей криминалитета, так называемых воров в законе, которые фактически дали добро на вербовку так называемого спецконтингента. То есть возникают вопросы по поводу массовой гибели спецконтингента, ну и, соответственно, ядра Чевакова. Жалуется на военное руководство России Пригожин далеко не в первый раз. Но это интервью забивает очередной гвоздь в миф о мощи российской армии. Мы 24 февраля 1922 года начали эту красивую спецоперацию. Потоптались месяц на месте, после этого застопрились, после этого получили на многих направлениях жестких пи***й. Мы превратили российскую армию с второй армией теоретически в мире во что? В какую? Не будем считать, да? За вопли все пропало, армия не справляется. Обычным россиянам светит статья за дискредитацию путинской СВО. А вот другу Путина можно даже ставить под сомнение саму идею начала войны. То, что сегодня происходит и то, что начало происходить с конца февраля 1922 года, это не делает чести русскому оружию. Это может привести к большой трагедии для России. Однако даже с таким иммунитетом за Бахмута рано или поздно с него спросят. Он сам поднял планку в вопросе захвата Бахмута на определенную высоту. И все, соответственно, ожидали от Пригожина конкретных действий. По всей видимости, Пригожин обещал захват Бахмута, убедившись, скажем так, что исполнение данного плана нереально. Более того, встал перед вопросом о фактах массовой гибели личного состава ЧВК «Вагнер». Он подшел, скажем так, на определенную информационную кампанию. Информационная кампания – это отвести от себя в первую очередь подозрения. И отвечать придется и перед своими, и перед чужими. А вот когда и где – покажет время. Субтитры создавал DimaTorzok